Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 3 марта и я продолжаю тему описывать. Вот обогреватели, которые мы используем в теплицах. Высказываю свое мнение, какие лучше, какие нет. Я уже рассказала в предыдущих видео про самые современные, вот эти инфракрасные обогреватели, которыми я сейчас пользуюсь постоянно. Рассказала вот про этот газовый обогреватель, который у меня просто стоит без применения, но который нужен на крайний случай, когда нет электроэнергии. И вот теперь мы дошли до ветеранов нашего тепличного обогрева. Это вот тепловые пушки, одна побольше, одна поменьше, которые были самые-самые первые наши помощницы. Но это мы их называем тепловые пушки. Вообще официально это называется тепловентилятор. Устройство очень простое, вот эта спираль нагревается почти до красна, там вентилятор крутит и выдвигает, вот сюда бьет горячим воздухом. Но вообще он не только горячий, он может быть и холодный. Тут как-то переключается. Раньше был тут терморегулятор, выставлялась температура, но так как она очень-очень старая, у нас она теперь, вот это не работает. Можно только включить на одно положение больше или на две. Мощность 3 киловатта, киловольт, киловотта. Ну, короче, мощность 3. Если там эти, вот которые инфракрасные, я говорила, каждый по 0,8, то он получается, они вместе 1,6. А тут одна вот эта штучка 1,5 и еще 1,5, 3. Она более мощная. Но ей мы одной нагревали теплицу, которую вот те два обогревателя обогревают, потому что она очень удобна тем, что воздух, как она, ну бьет, тепловая пушка, она воздухом бьет. И он очень-очень быстро перемешивается, вот эти слои верхние, нижние, и теплица быстро нагревается. Есть еще вот такая старушка, тоже тут уже все у нас сломано, на 2 киловольта. Киловольта, да, на 2 киловольта. Ну, принцип такой же, спираль, там вентилятор. Вот эти витродуйки, вентиляторы, или как тепловые пушки, их можно по-разному назвать, они очень удобны тем, что у них именно вот этот вот бьющий, вот этот есть, как сказать, свойство, что воздух движут они. И вы знаете, что удобно? Если, например, в теплицу высадили, и очень холодно, некоторые же нагревают дугами. Я делала даже так, вот с торца поднимаю целлофан, подсовываю ее туда, и она вот этим струей горячей, как наполняет этот, как мини-тоннельчик. Потом я ее убираю, закупориваю, и все, и на ночь этого хватает. А я ее просто ставлю посредине, ну, чтобы общий воздух согреть. Кстати, фирма, оказывается, та же самая, Балу, но это просто совпадение, мы специально, конечно, не выбирали. Эту мы, когда брали, мы вообще еще ничего не знали, какие хорошие, какие плохие. Мы брали ее, конечно, не для теплицы, мы по работе, у нас были грузовые машины, в гараже зимой надо было подогревать. И мы, короче, утром для того, чтобы завести, короче, ночью было холодно, они остывали, утром не заводились. И вот мы утром включали вот эту ветродойку, ставили там куда-то они, ну, чтобы машина заводилась. Потом, когда теплица появилась, она пригодилась нам в теплице, и вот уже более 15 лет, по-моему, я очень даже удивлена, вот эта ветродойка у нас работает без каких-то поломок, без каких-то неприятностей. Единственное, что вот эти все кабеля, они уже от времени, их надо менять, видите, как не выдержали, вот эти потрескались все, ну, просто от старости, от времени, а сами устройства до сих пор работают. Вот это я считаю, вот такие самые простые, незамысловатые вот эти устройства, они самые такие практичные. Вот этой ветродойкой можно одной поставить в одном конце теплицы, в другой конец теплицы быстро воздух доходит. А если поставить две маленькие с разных концов, это вообще идеальный вариант. Ну, все, я вот показала вам все. Конечно, тут еще в этот ряд можно поставить и эту маленькую газовую горелку, которую муж на рыбалке, там они готовят себе, ей тоже пользовались. У кого ничего нет, кирпичи ставят над горелкой, кирпичи накаляются, тепло, вот это как расходится по теплице. Когда отключают свет и когда не знаешь, чем согреть, грели и свечками, и вот этими горелками, маленькими газами, газовыми всякими. Но вот сейчас есть современные, еще раз повторю, инфракрасный мне понравился, а газовый баллон мне понравился. Из-за того, что он дороговато, получается в два раза дороже, чем инфракрасный. И из-за вот этой вот, все-таки я считаю, что газ это небезопасно, мало ли, что всегда предполагаю, что с ним что-то может случиться. Все, до свидания. Про витродуки получилось совсем коротенько, потому что, кто если хочет узнать какую-то более полную информацию, можно зайти в интернет, там все их инструкции. Кстати, вот такие в магазине и сейчас вижу, они более современные, не знаю, сколько стоят. Я покупала, она в то время была дорого, 3500 рублей. Это было очень давно. Сейчас может быть дороже, может быть дешевле. Цену не знаю, врать не буду. Спасибо.